ходят слухи что ибанес гио это вовсе не ибанес никакой опытные гитаристы терзают начинающих беспечных юнцов мол вот купишь себе гио и будем тебя чмырить три дня а потом ты умрешь конечно это все шутки никто не умирает от трех дней да и там не три дня но что же значит эти заветные три буквы гио вот есть две ибанес арджи rg ротск гитар максимально понятно а гио согласно древним письменам гио значит посос да кто такие пососы и как они живут так ли ужасен тот самый ибанес гио почему его все так хейтит стоит ли покупать древние ибанес гио совита или вести новые через томан стыдно ли ибанес за то что они сотворили действительно ли эти три буквы печать смерти и почему их покупают все еще хотя казалось бы всем уже все очевидно самое главное куда потом пропадает эти люди обо всем этом в сегодняшнем видео а сейчас приготовьтесь впасть в детский экстаз или восторг у детей это так штука называется но поскольку мне уже 39 я впал самый настоящий не детский восторг изначально когда ребята из скептик написали мне мол не хочешь немного медиаторов я посмотрел на упаковку и подумал это ну чисто какая-то декоративная история сувенир там подарок на свадьбу может потому что у меня уже есть подобные вещи какой-то там ольхово-махагонный медиатор валяется но потом когда я увидел это мать его живую с рыбакопом с ведьмаком и я естественно естественно отодрял один из них благо их можно прилепить назад чтобы он красиво снять понеслась и через минуту я отодрал их все и поначалу даже не понял что со мной произошло чтобы знали я максимально средний пацан то есть я люблю единичку иногда 0 7 1 2 по пьяни это уже не очень но в основном и единичку а эти медиаторы 2 и 3 и отсюда был мой весь скептицизм однако когда я начал играть я понял что мать его а что так удобно я начал вглядываться им в душу и понял дело в том что они затачиваются так что кончик то сам по себе тонкий плюс у него есть вот эти скрубления нетипичные для медиаторов почему вот этот вот 1 и 2 тяжелее идет через струну чем вот этот вот 3 благодаря тому что они сточены и кончик то тонкий сам по себе и везде радиус подходящий медиатор в любом случае проходит через струну ну и при этом конечно же ощущение чего-то более толстого меж пальцев заметно приятнее да они красивые сделаны из-за смолы метеорита и супермена и еще осколков метеорит но вот это конкретно сделан из какого-то зарубежного пластика смысл в том что он не стачивается есть лишь томный точу каждый вечер уже в течение четырех дней и действительно пока что вообще незаметно никаких следов как вы заметили в этом наборе они все отличаются если вас интересует какая модель зашла мне то это скептик классика и скептик стандарт я максимально базированный чувак и как вы поняли эта история на заказ то есть вы можете заказать любые футуристичные формы логотип своей группы это гравировка покрашенным вручную даже допустим если вы не дай бог женаты вы можете заказать себе такой наборчик в подарок с ее именем допустим катя катюша катереса каток катарсис оптимум кат и она даже по сути ну закричать поводы не будет если только опять же от восторга если вы девушку захотели подарить какие-то новые ощущения своему молодому человеку это тоже тот самый вариант или же если вы девушка ну на всякие девушки смотрит в общем я искренне удивлен и подачи вот этим всем кучей наклеечек это все мелочи но тоже очень приятный это говорит о подходе в том числе и самый важный момент по цене она в принципе стоит как сейчас качественный медиатор как скажем того же ибана причем даже соли то есть если учесть подход то что-то хендмейт то что-то можно сделать на заказ я и то как это ощущается и играется я был удивлен во всех ипостасях ребята вам большое спасибо за такой подгон ну на ссылочка будет в описании всех кого заинтересовало переходите знакомьтесь общайтесь у них там есть еще всякий ассортимент фоточки клевые так что заглядывайте смотрите ну а мы переходим к основной теме видео давайте начнем с самого начала изначально это были гитары симулянты ибанеса на симар и ходили они под хосина хашина гаки но с 1997 года было принято ответственное решение мне перенавать их в гио казалось бы может ли неудачный продукт существовать более трех десятков лет но так или иначе ибанес гио или айбанес или же ибаньес джио но это смотря какой фабрик смотря сколько details существовали довольно долго за все это время у них накопилось более 260 моделей и в каждые несколько поколений мы об этом еще поговорим поэтому нам сегодня предстоит та самая задача чтобы понять разобраться по полочкам но не сойти с ума знаете как те самые люди в грязной одежде которых воняет мочой что подбегаю тебе на улице начинают объяснять отличие ибанеса rg 121 x от абанес g rg 121 dx вот если вы не хотите быть таким старости хотя я уверен для многих эта мечта то смотрите это видео до конца так вот если мы упростим максимально упростим меня пищевую цепочку ибанес то самом низу у нас идут те самые гио и это модели сделаны в китае и индонезии обычно они имеют циферный индекс около 100 то есть 0 20 бывает даже 40 от на самом 100 ассо 21 140 170 далее тут модельки с индексом 200 и это по сути то же самое но с какой-то там фишечкой да по симпатичнее может быть потом идут трехсотые трехсотые модельки в том числе вот мисс банана мой бонес это начальные середнячки тоже сделаны в индонезии их стоит называть начальными потому что скажем есть мексиканский фендер и не сказать что это профессиональный инструмент они тоже экономили это тоже явно там ну не бюджетка но середнячок так вот конечно же в сравнении у нас старенького блэктопа и вот того же года и бонеза и все даже любители бонез подтвердили все-таки файнер ну всякого вообще так вот что тут нужно сказать трехсотая линейка это уже вот близимся к чему-то что стоит покупать и она так утвердилась в умах гитаристов уже не бюджетка потом идут четырехсотые пятисотые и это японские модели уже середнячки покрепче но если подниматься выше там у нас идут престижи заканчивается все же и кастомом но на сегодня это не интересует мы сегодня копаемся в самых окаменелых экскрементах буквально вгрызаемся в них в историю и компании бонез так вот казалось бы все понятно 100 200 300 400 500 чем больше цифра тем лучше то же самое есть у ltd бой не спи то есть никто же ltd 100 самый начальник и 200 то же самое но посимпатичнее можно сказать та же самая телега как у машин бывает но чуть побольше навесили какой бонез 100 200 одно и тоже только посимпатичнее потом идет 300 с 400 начинаются более-менее середнячки ну и там 600 1000 это уже прям но сказать инструмент прям лухари с виду на бумаге точно что же самое что и спи но почему-то намного намного дешевле и гитаристы им этого достаточно они бегут покупать возьмем джексон там тоже есть 10 11 12 модельки к самой бюджетной 22 там уже стопом прибавляется там кем-то на грифе чего-нибудь там окантовочки на 32 получается по сути 1 этаж гитара но тем не менее 10 20 30 смысл это в чем все как-то живут когда ты покупаешь джексон ты получаешь джексон да даже самый дешевый джексон 11 12 джесс да он все равно имеет визуал джексона дизайн да он имеет гриф джексона он имеет надпись на голове джексон он выглядит как джексон никак никого не смущает на датчиках написан джексон зачем эта надпись гилл все остальные же как-то без нее живут и все нормально достаточно вот просто разделить инструменты по сериям однако если мы покопаемся в секретных данных то узнаем что японцы свое время очень сильно любили мне все слизывать с американцев так вот у американцев есть такая политика но мы возьмем двух батик до так сказать одна семья батя номер один и батя номер два вот такой батя номер один это fender и у fender бюджетные модели называются сквайр а что такое сквайр сквайр как звучит как сквиртл а сквиртл это моча значит сквайр это моча но так или иначе очевидно что бюджетные гитары за 100 баксов покупали бы намного больше если бы на них было написано fender потому что на fender играет джон майер датал конс мини ориентацию на fender играет куча других известных музыкантов и ты можешь купить себе пускай начали но fender зачем же называть его сквайр да то же самое гибсон у них есть бюджетные инструменты эпифон то есть они хотят заполнить бюджетный сегмент но при этом выдают этим инструментом обидные клички типа сквайр или эпифон и делают у них стрёмные головы чтобы вы всегда покупая эпифон или покупая сквайр знали что где-то там есть fender вам есть к чему стремиться вы только в начале пути и когда-нибудь когда вы подрастете до старшего помощника в макдональдсе научитесь делать бутер из двух котлет вы придете в магазин и купите начальный fender или же начальный гибсон и уедете но смысл в том что вас сеют мечту так что если ибанес поступил точно так же и те самые буквы гило сделано лишь для того чтобы вы почувствовали себя ущербным здесь надо сделать пометку в самой модели вы не всегда найдете надпись гил скорее вы увидите лишь букву г то есть дешевые бонезы это те же самые серии бонез только начинаются на г допустим вы хотите взять rg но дешевый это будет g rg да вы хотите взять серию с эй она будет называться гс а да и соответственно серия допустим а x будет гакс то есть учить учтите это также бывает g и бывает m на конце это значит уменьшено чаще всего маленькое и к слову кто не знал еще если видите что модель заканчивается на единичку допустим сто двадцать один триста двадцать один триста тридцать один четыреста двадцать один это значит фиксированный бридж и бонез их очень не любят а гитаристы очень любят и бонезы с фиксированным бриджем поэтому за ними стоит отдельная охота но и на этом все приколы с неймингом и бонез не заканчиваются в одно время они решили свернуть не туда делать ну расширить свое звучание свою линейку недостаточно 3872 модели и 2500 профилей грифа вот вам там таблицы я предоставлю и решили делать более тяжелые инструменты баритоны все в линейке арен лейбл решили захватить безголовый сейчас более легкие те же самые варианты страта кастера фендер попытаться сместить из пресс спорить митка с ними начались те же самые джума я к ним пришел они стали внезапно самый покупаемым инструментом так вот речь не об этом речь о том что началась путаница и скажем 400 ибонез японцы начальный японец он внезапно исчез а ребята под шмок подумали так почему бы нам не взять 300 индонезийц и назвать его 400 ну они же схавают и мы схаваем с удовольствием поэтому сегодняшний 421 ибонез это по факту старенький 321 индонезийский инструмент начальный тот же самый начальный середнячок и забавно что скажем 370 может быть даже лучше отделан чем 421 хотя он 300 линейки должны это не все чтобы вы понимали насколько все запущено вот ваш любимый 121 бонез и у него есть прямой аналог 120 точно такой же но стрима вот да этот глянцевый но есть и матовое исполнение и все сходится ноль на конце у нас тремова единичка на конце у нас фикс-бридж а вот 131 бонез что по сути прямой аналог 121 они так и пишут да здесь иное цветовое исполнение отделки и датчики инфинти армия ст и bz по идее его прямой аналог стрима должен называться 130 также также ничего подобного 330 он называется и здесь начинаешь задумываться это сотый бонез такой офигенный что он как 300 серия равняется или это 330 бонеза получается у нас теперь настолько дерьмовый что они по факту ничем отличаются от сотки они по факту ничем не отличаются на и даже на этом нюансы не заканчивается потому что если вы насмотритесь моих видео да и скажем захотите купить себе тот самый заветный 300 и бонез мечта да то перед вами станет выбор с двух стульев первым это купить какой-то старенький корейский до сделано на картеху тут не написано и бонез и еще один вариант купить индонезийский любую чувак на форуме вам ответит то что покупать нужно конечно корею потому что есть такое поверье что корейские инструменты выше классом чем индонезийский и китайский однако в этом случае покупая корейский вы получите себе ибо на сарджи 300 серии но в нем будут стоять датчики psn и д то же самое что и в общем-то на гио да да вы переплатите купите модель старее что хуже выглядит без надписи гио но звучать будет как гио плюс здесь будет у нас похуже дерево но у нас будет один кусок клёна да здесь ему ноги могут спорить то что у них там отличались тремова и вот это якобы половче однако я вам скажу тюрем из кабара у всех этих дешевых индонезийцев а флайды ну прям такое так вот вот здесь вот можно найти что чуть попозже начала выходить модель dx flame да как видите она выглядит симпатичнее с акульями зубками да у нас вот таким прикольным рисуночком и вот здесь живут датчики инфинити и гриф из трех кусков то есть она как бы классом выше при этом она делалась в индонезии ребята до 8 9 го спустя вот столько лет при этом также ну там у них множество вариаций есть еще такая штука мне как скажем и индексы и пересечении серий если мы с вами вот здесь вот надеюсь введем допустим модель с 521 и соберемся и купить да то мы с вами встретим тот же самый 421 бонеза казалось бы это уже 500 линейка должны быть и японцы нет мы в по факту получаем аналог 421 а если быть честнее то как я уже говорил 321 бонеза опять шагаем через две линейки ощущаться он будет точно так же как 321 старенький здесь минимум отделки так себе древесина и те же санжал он сейчас на них ставится quantum и по моему да да quantum и но по факту ощущается инструменты точно так же как 321 просто это с к тоньше при этом если мы скажем захотим купить 521 да но RG то это уже будет у нас японец сделан на фуджигене заметно классом выше да у него уже будет у нас клён орех из пяти частей датчики v7 v8 что ставится на японский и даже на этом я могу не заканчивать потому что есть еще такие вещи как индексы например если мы возьмем 421 бонез но допустим rt 421 казалось бы 421 визуально все то же самое однако есть углубимся то мы здесь увидим то что у нас гриф опять из пяти частей если посмотреть его на вот на фоточках во первых он будет у нас сквозной казалось бы что должен быть классом выше говорить об этом то есть да но при этом вы видите то что как я всегда рассказывал очень мягкая древесина постоянно дефекты от самых мелочей остаются да здесь фотки не очень но скажем если мы бы смотрели его где-то где мы его там смотрели я очень потерялся на фотках в магазинах то он там выглядит очень даже солидно и того но я сегодня говорю с некими оговорками и это как раз таки потому что я что-то да чуть-чуть не знаю а вот прям точное мнение точную с полностью уверены в себе люди вы их можете встретить всегда на форумах и чатах потому что там и человек точно знает ведь его бабушка общалась с иной бабушкой на скамейке соседнем дворе так вот у нее внук у него есть одноклассник а у него есть дядя и они как-то в гараже не щупали похожую ибан с и вот в ом своих показаниях уверен на все сто почему я сегодня так много говорю об линейке арджи и об ибан с 300 линейки если видео агио потому что они непосредственно связаны вот та самая идеальная представительница индонезийского ибанеза 300 линейка 331 да это как бы лимитированный выпуск вот в этих прикольных цветах с тресуком грифом и с этим бриджем но не имеет значения по факту это инструмент абсолютно того же класса что вы сейчас найдете на авито 321 320 350 370 и ежесними то что дело сейчас ибан с за 50 тысяч рублей в индонезийском сегменте все они ощущаются плюс-минус одинаково что же это такое ну во первых это та самая линейка арджи то чем ибан с всех и покорила те самые идеальные формы удалось сделать ровно столько чтобы это смотрелось агрессивно но при этом не ту матч не слишком достающие рога здесь есть все скосы чтобы было удобно но при этом дека не слишком тонкая и у вас остается баланс вам удобно с ней сидеть именно на этих инструментах вы получаете тот самый ибанезовский гриф 19 миллиметровый тоненькие широкие тот самый дизайн ту самую голову и даже датчики здесь не самые пососные да ну пососные но они сделаны по заказу ибанез так или иначе худе самые дешевые инфинити к этому 12 часто 34 то есть фактически мы получаем от ибанеза все что из себя представляет ибанез и при этом не платим ничего потому что они нихрена не стоят свое время на что вы понимали ибанез гио стоил ну где-то 7 400 7 700 а ибанез арджи без гио 321 с махагония вот с такими же датчиками тонким грифом стоил 8 700 ну ладно если глянец то 9 300 я точно помню потому что мой коридж покупал мы вместе покупали я матовый черный он такой последствия у меня кстати было еще и 320 350 японский 7321 струн 370 я их все пощупал потом скажу мою судьбу у меня много чего было печального в чем я копался за свою жизнь так вот смысл это в чем в том что разница была косарь косарь всего косарь можно было доплатить косарь и взять ибанез без гио но многие покупали почему-то гио почему во-первых косарь в те времена это 30 процентов с какого-нибудь зомби что на или флайта то есть что можно было купить за 3 косаря внутри 500 до в магазине а если уж на авито то там за 3 косаря целые просто океан ресторан просто открывался в ассортименте далее плюс в то время ибанез гио выглядели точно так же если бы и сейчас ибанез наконец додумались и перестали выпускать этот винегрет а сделали вот такие вот гио в таких цветах в таком дизайне ну обычно гэрджи да с острыми рогами но при этом неоновые или же розовые или же красные на желтые апельсиновые голубые все то что они выпускали в японцах и тут же смели просто вообще подчистую то и бы покупали пришлось тупо закрываться ты вообще многим пришлось просто закрыться на него почему-то не делать они делают то что делаю сейчас ну ладно сейчас мы говорим о предыдущем поколении давайте так поделим их на поколение что из себя представляла первое поколение ибанез гио гэрджи 2004 2014 год поделим их вот так это точно также выглядящие инструменты как этот притягательным с таким же тонким грифом таким же дизайном эргономикой хорошо сделаны ибанезом прям реально таким же качеством изготовления даже лучше чем сейчас делать 421 но у них было самое дешевое железо машинки тремл колтки и самые дешевые тачки ну они назывались пс над точнее они назывались power sound но поскольку ребятам было стыдно не сокращали до пс над но на моске самые низовые датчики рядовые бюджетные звукосниматели потому что бюджетный инструмент должен тупо звучать тогда никто не парился это сейчас у там многих бюджеток на каждую линейку свои звукосниматели ухвы на каждую модель внутри отдельно заказанные свои дачки своими спеками со своим визуальным видом там магнитами с косами то есть она запариваться тогда просто вот было был датчик и он ставился везде по заказу что-то там сделали и окей смысл в том что в принципе это устраивало и сэкономить косарь было неплохо но вот такие не были стоит ли их покупать сейчас на вид давайте сразу отвечу с учетом инфляции тешние 7500 можно сейчас оценить ну скажем буквально в 20 в 20 тысяч потому что за 25 вы можете купить современных китайцев что будут богаче в оснащении да и современные бонес будут богаче в оснащении чуть-чуть поинтереснее но на тем не менее с учетом того что у них ну где-то опыт использования владения 15 18 владельцев подряд и где-то тоже самое лет можно скинуть еще процентов 10 но также обычно на вид и делают то есть учитывайте что за 18 можно покупать за 17 да конечно они будут немножко побитые сколы здесь может быть здесь может быть здесь у меня есть еще вмятины на грифе что ощущается при игре если честно это меня парит больше чем вот эти вот эти сколы я купил вот это если что за 10 тысяч рублей несколько лет назад и ничего этого не было конечно на фото но пришел вот так но так и должно быть таки вот так или иначе и бонезы ок но вот это это самый настоящий хит это то что даже если вы не любите бонез должно быть вашей коллекции потому что она дарит вам те самые ощущения и бонеза вам рано или поздно когда-то будет хотеться и она даже звучит как и бонез тот самый зубастый с большим количеством низов до такой зыбки с компрессированной долбящей шестой струной она все здесь есть пускай и вот на этих вот бюджетных инфинити бай димарзио звукоснимателях и именно поэтому именно эти модели стали главной причиной хейта и бонез гио почему вам всегда будут советовать не покупать и ванес гио потому что в голове и всегда сравнивать со следующей линейкой так уж повелось что ценовая политика и бонез на современное поколение гио складывалось x2 то есть если в европе тот же самый 121 бонез стоил 170 евро 200 там сейчас он стоит да и по старенькому курсу это было где-то 13 14 тысяч рублей то у нас 121 140 бонеза продавали по 29 27 при этом 421 он же 300 то есть первый снизу и бонез без надписи гио что в принципе давал ощущение на бонез был более-менее качественным он стоил около 35 а если мы возьмем скажем 221 бонез что по сути тот же самый 121 но только с глянцевый с наклеенным шпоном нарисованным да по сути тоже самое только визуально посимпатичный так он стоил там порядка 37 тысяч и естественно тебе советовали чуть-чуть доплатить и взять без гио потому что ну зачем тебе брать самое начальное самую углы да как ты можешь взять без гио было так и все так и советую и это принципе логично хотя кого должны вновать чужие деньги но тут есть нюанс во первых современные 421 бонеза будем честны они не идеальны у них так себе изготовление вообще идеального 421 я давно не видел я работал в магазине я видел их но больше 500 так точно уж точно плюс еще я кучу всяких бюджеток видео и вот смотря на все это я не дам утвердительного ответа дело в том что у них стабильно есть косметические недостатки ну да ок какие-нибудь там мелочи накладку покорябали когда там что-нибудь подтачивали воды или же порожек там где-то там соплях клею или же мне может быть где-то чё-то там где-то там посадинка какая-то или может быть грязные окантовки беленький но фигня полная но тем не менее они немножко грязные не настроенные приходят завода частенько дальше у них очень быстро стирается напыление с бриджа с ручек если они матом они очень быстро начинают жиреть и затираются от рук становятся местами глянцем и теряет внешний вид плюс них разбалтывается гнездо разбалтывается на ручке подсов и собственно волюм и игрок и тон в том числе колки принципе тоже не особо дорогие и того и так и сяк делаются они ну прямо говоря на 4 бояться того не стоит их можно отнести мастерам и подшаманить но так или иначе они далеки мать его от одеяла и на сегодняшний момент они стоят 50 тысяч рублей при этом если мы возьмем тот же самый прямой конкурент 121 бонес то человек что приходит в магазин видит буквально два одинаковых инструмента потому что 121 гио и 421 не гио кто всем советует выглядит визуально для новичка принципе одинаково на 121 а к 131 даже есть акулии зубы на грифе то есть окантовки все казалось бы все что нужно пускай это сотая модель но на есть окантовки зубы а там такая же матовая у меня не есть даже пластиковые кружки датчиков что типа типа как на активах многие люди думают что это как все это как у слепнот вот и и при этом современном мире они стоят 25 25 и 50 а выглядит одинаково отсюда мы приходим еще одна вещь актуальность актуальность знания бытия и слухов дело в том что слухи потому что ибо нас гио говно идут издавна но в то время ибо нас гио много чего преодолевал по сути своей как я сказал у них есть много поколений и скажем hyundai solaris что пришел к нам и когда он уходил это два разных автомобиля так если мы возьмем какой-либо 170 ибо нас гио и посмотрим на его состав на ибо нас вики то мы увидим что зависимости от годов он фактически менял свою геометрию даже материалы деки да и датчики менялись да и в принципе bridge менялся да и есть мы возьмем материал грифа сколько как менялись нам не хватит вот этого монитора вашего чтобы все изобразить то же самое было и со 121 бонезом почему о нем так много акцентов и почему я и пишу это видео я хочу закрыть вопрос с 121 бонезом это уже какой-то локальный мем свое время когда работал магазине пять лет назад я был и еще три металлиста в магазине продавцы и они выдавали 121 бонез как по умолчанию всем почему потому что он был действительно сделан нормально чтобы понимали почему это ибо нас мем существуют все и бонезы и это еще один способ все бонезы гио на сегодня это еще один не способ а повод их хатить и это в принципе мини-грет потому что они не имеют rg истории то есть они более скругленные у них более толстенькие грифы у них разные датчики но самой печали что если мы возьмем грx пускай лан достаточно нормально были сыроковки 170 и гакси все же самое то у них качество прям тяп-ляп но то есть за ними не следят шлифовка грифа материалы накладки я его слепила из того что было полировка вода что это такое то есть у них настолько слабые рычаги и тремом что если ты его начинаешь вкручивать то ты не чувствуешь когда ты начинаешь срезать резьбу а когда ты начинаешь его выкручивать он застревает и начинает гнуться как пластилин ко мне кучу люди приходили с этими рычагами мол я его вставил а вынуть не могу я все говорю все это собачий случай то есть как бы то только отрезать но отламывались они чаще всего ну ладно есть вариант оно тяжело тяжело то есть это прям реально дешевые инструменты и факт том что они не выглядят как и бонез они не дают формы и бонез не звучат как и бонез ничего и бонеза там нет и есть 121 бонез который буквально как боженька покористил ангел-хранитель что почему-то делался лучше всех всегда выглядел как именно rg серия собственно логично да g rg 121 и при этом у него были какие-то свои датчики окантовочки акули и зубы он плюс-минус был чистенький завода всегда отстроены как-то там да и в итоге среди всего гио он буквально отбился и стал настоящей вот путеводной звездой для многих начинающих гитаристов хотя я лично всегда предпочитал продавать что-либо другое если что для всех кто что подумает и бонез но мало ли есть там кто верит все еще в рептилоидов и бонез ушел из россии рекламных бюджетов на и бонез никто не выделяет я как бы вам намекаю да я вам говорю как есть потому что у меня была возможность пощупать этих и бонезов наверно только 521 и у меня есть возможность пощупать все остальные бюджетки в этом классе как бы я их постоянно щупая освежая свои знания тысячи тысячи просто вот дождь из говна сначале своем пути будут довольно толстенько непримечательным инструментом с датчиком инфинити ар что ставим ставится почти на все бонезы они от ибонезы как бы заказаны но настолько им плевать бонезу что они даже спеки не выдает но последствии сначала ему сделали пятипозиционный переключатель с отсечками и поменяли датчики на более интересные хоть и малого хлопные потом ему сделали потоньше гриф потом поменяли материалы и ибонез 121 что вы найдете на авито старенький с трехпозиционным переключателем ибонез продается сегодня это вообще не одно и то же при этом я напоминаю что они подешевели то есть на сегодняшний момент если мы возьмем на откроем тома на то 121 болезнь там будет стоить те же самые 200 там 250 евро но в таком пределе при этом вы можете докинуть еще где-то 20 евро там 30 и купить себе sp sp это тоже самое но типа больше металлик короче больше визуала я уверен что многие доплатят 21 пол чтобы получить офигенно визуально просто смотрящийся пускай бюджетный но офигенно выглядящий суперстрат пускай чисто как палку тренировалку для дома да почему нет он клёвый всего-то там 20 евро так вот если мы приведем все это в наши российские рубли да то получится что цена то почти та же самое что если мы возьмем захотим провести как бы с европой заказать иван с то нам нужно будет сначала купить евро а это не тот курс покупки что вы видите на яндексе это больше у вас уже получится там больше 30 тысяч рублей наверно за этой спи вот потом нужно будет докинуть еще мне 5 косарей за доставку куда-нибудь в ближайшие города где нет санкций ну города страны вот потом нужно еще 2 косаря отдать чтобы привезли вам все это с риском без гарантии плюс нужно будет еще за пошлину из-за саму запасом платеж пошлины заплатить сходить плюс нужно будет еще перекупу от шамане тысяч пять шесть может и семь уже и того это не имеет никакого смысла то есть фактически сегодня купить ибанес в россии дешевле можно прийти в магазин купить гитару пощупать ее понять какая тебе удобнее влюбиться в нее выбрать вживую нужный тебе экземпляр с которым уже все нормально да и то есть посмотреть его внешне купить его с гарантии если что там гриф поведет или что там то есть в магазине и сразу прийти домой и это будет дешевле это будет за ту же цену что там и тебе не придется все это ожидать с кучей перекупов и такого вот этот вот мега-хейт что изначально появился к серии гило из-за их накрученные цены он фактически уже не имеет никакого смысла но я сейчас не говорю то что это делают лучшими инструментами в этом сегменте потому что в сегменте 20-30 тысяч рублей у нас есть куча китайцев джетов рта фарит marine там всяких оба те же самых которые по спецификациям будут уж точно не хуже ну донор еще да теперь еще они будут рядом или даже лучше единственный нюанс они будут не ибанес помимо надписи на грифе они не будут давать вам формы эргономику и гриф тот же самый тонкий у них обычно гриф у всех потолще толстые скорее да там 22 миллиметра скорее чем 19 а ибанес будет вспомнил основная идея была видео в том чтобы сэкономить вам деньги вы перестали устраивать на меня ддс атаки на стримах с рублевыми вопросами 121 бонезе давайте определимся 121 бонез это визуально прикольный инструмент но со слабенькими датчиками то есть эти датчики буквально как серия у них с и они не особо для тяжелой музыки они очень чисто звучат да там есть отсечки из режим хамбов но они мало выхлопные небольшой сигнал посылают ваш усилитель и получается то что вам нужно больше наваливать гейна на плагине или на комбаре значит будет больше фона шума при этом компрессии будет все равно маловато и таком на 121 бонез это нормально в принципе гидар но не то чтобы для металла хотя датчики там достаточно интересно просто у них небольшой выхлоп и это не косяк это просто звукосниматель с небольшим выхлопом очень много звукоснимателей дорогих с небольшим выхлопом так задумано у него свои спецификации звука при этом есть 131 бонез это его зеркалка да то же самое только черная его тень да и не я и у него датчики нормального выхлопа но они инфинти армии не интересная но уже нормально выхлопа поэтому если вы хотите прям месить то можете взять его вдруг вам больше приглянется 221 бонез это все то же самое но просто симпатичнее даже как и спи в линеечке просто больше заплатить за отделку имеет ли того смысл переплатить 2-3 косаря еще посмотрел имеет потому что если мы посмотрим был уж не на скажем 350 бонеза да то вы увидите что там за цвет плюс 20 хотя тысяч рублей то есть был уж не 321 350 бонеза время сейчас стоит 38 тысяч рублей было уж не что покупали тогда там за 8 700 как я которому больше десяти лет и этого бюджетка который ушатывается довольно быстро на самом деле в плане винтов настройки лавана короче смысл в том что и они еще прямо в хвост в гриву и гонялись тебя дам на по этим р-клубом концерта где стоек нет на сцене даже но еще не был смешно аномально широкое расстояние гриф и тогда еще не удобно и визор 2 поколения если мы возьмем более стартеры 70 это там еще корейские были еще с датчиками power sound хотя они без надписи гиона звучали как гио в том числе и однокусковый грифа ладно то есть не все там так хорошо однако за цвет вам хотят закинуть плюс двадцатку цвет вообще решает ребята это нормально даже в дорогих инструментах цвет очень сильно решает цену так вот с этим понятно готовы заплатить за отделку заплатите я вижу в этом смысл потому что матовые черные инструменты довольно быстро теряется внешний вид а глянцевый симпатичный плевать что он там один на всех этот шпон никто ничего не понимает он клёвый он красивый в отзывах все довольны типа так люди покупают и вот современные 421 бонез лучше ли он лучше ли он чем эти гио да лучше но его проблема в том что за 50 тысяч рублей возникает очень много еще всяких там вариантов и на вторичке и новья от того вот я человек что щупал все эти бюджетки в огромном количестве принимал фрибон том числе да и сам ремонтировал однозначно ответа вам не дан к сожалению скорее всего вы бы хотели от меня услышать как обычно вот это говно это не говно и все было бы хорошо но я подчеркнул то что цены меняются то есть основное основная политика хейт это во первых ценовая политика и она изменилась и те подорожали что были 35 стали 50 а эти подешевели что были 30 стали 25 то есть немного но подешевели отсчетом того что груз поднялся то есть они как бы очень получается подешевели вот говорю о том что модельки по годам меняются меняется профиль грифа и вес и ощущение принципе от инструмента и качество изготовления очень быстро да пойду что он делается где-то плюс-минус на карте мы свечку не держали но тем не менее кому нужен корт когда можно с тем же качеством изготовления за те же деньги купить и бонез кому кому козловский вот поэтому тут все понятно то есть несет не все так очевидно еще хотел бы сделать одну под затравочку не знаю и объяснение то что безусловно найдутся люди что скажут да что в этих сортах говна вообще разбираться и многие кто третий повод хейтить то есть первый повод хейтить гило то что во первых цена была намечена второе то что они изначально были самые ноу-нейм никакие инструменты но я повторюсь они улучшались по качеству и в них много чего менялась и у них очень много моделей которые отличаются между собой и третье это люди которые в принципе не интересуются бюджетными инструментами и это нормально этих ли абсолютно понимаю поддерживаю если ты долго время играл на инструментах высокого класса те же самых американцев японских монетах более дорогих то тебе в принципе не интересно все эти бюджетки вообще то есть это какая человек если долго время ездил на те же сама ferrari там на ламборджини на американцев на mercedes bmw обозревает премиальные тачки да и тут внезапно у него там дома гелик там хотя бы лайн-крузер какой-нибудь тут внезапно и он начинает спрашивать а чё лучше skoda rapid или hyundai solaris а дело в том что во первых ему наплевать на эти тачки и он реально не видит среди них разницы но люди видят потому что для людей этой тачки за 2 миллиона и для людей а ну это это то что на чем ездят почти все люди это то что реально покупают если откинуть весь пафос то основной сегмент покупаемых инструментов 20 30 к в этом сегменте в самом себе покупает и когда ты начинаешь советовать докинь двадцатку и возьми и бонес тот же самый индонезийский человек начинает задумываться чем он будет лучше а замечу ли я эту разницу а может быть там еще и еще какие-то помарки приходит и потом я начинаю отписать купил за 50 тысяч бонес он говно он не настроенный абсолютно ты чё как бы ты начинаешь ли объяснять но чувак их все надо настраивать нести массу я должен еще мастер отдавать деньги нести я новую гитару купил за 50 кусков я доплатил двадцатку за тридцатку 25 за что у меня есть дешевый китайский эрк с этим гипсоном чувак не писал у меня есть эрк дешевый ему хоть бы хны китайцы у него вообще за зиму ни один лад ничего не вырезал не коляется все прямо он мне конечно не с такой дикцией писал это я сейчас как бы был специальным для доигрываю на мой пацан привет респект вот но смысл в том что вот такая мысль в голове у людей и поэтому мы не берем тех кто привык инструментом классом выше том что им плевать на все это якобы шелухой это шелуха это основной сегмент это там где люди начинают вникаться в музыку и на самом деле современные бюджетки за эти деньги это не то что продавалось когда-то не те же самые flight и и прочее современные бюджетки они прям соревнуются между собой и массовое производство поток чипу они позволили добиться хорошего качества ну и собственно хорошие комплектующие тоже сейчас уже не редкость да они все равно ощущаются как бюджетки у них не самые идеальные формы у них странноватые бывают дизайны у них может быть и лак там что-то покраска похуже естественно похуже датчики электроника на чем-то надо экономить но тем не менее у них уже печеные грифы у них уже там лады и стальные у них уже костяные порожки как-то норма идет и дашки такие же плохие и визуально они хорошо сделаны счет того что все подогнано и бриджит весьма себе неплохие лучшим гибралтар у меня моим страти бюджетом то есть выбирая между современным бюджеткой за 25-30 тысяч рублей до вот этим еще перечислил стратакастерами и бэушным стареньким трехсотом абонезом за шестьдесят триста пятидесятом ну ладно за сракет и как-то что при этом если вам нужен именно и бонез нужны и вот эти формы вот это дизайн эти ощущения мы пришли в магазин пощупали и вот они вам зашли влюбились но поймите тех людей то что они берут инструмент может быть более качественный какой-нибудь фуджиген да там надо докинуть всего лишь 25 тысяч и будет фуджиген но тем не менее у него другой гриф который уже толщин его уже не переубедить отсюда как бы что не хныкал ибо несгио живет уже третий десяток лет его все еще будут покупать если вам понравилось вот такое копание в глубинных каменевых экскремента как это назвал в грязани у них по мелочам если вы хотите чтобы я снимал подобные видео и разбирал такие линейки как сквайер эпифон потому что сегодня может быть получилось немного спонтанно я внезапно решил об этом снять потому что меня достал 18 вопрос с первым панелье вот может быть может быть вы хотите получить от меня стабильно такие же видосы о других компаниях и именно по линейкам может быть не только бюджетным пишите пишите будем собираться будем общаться чем знаю поделюсь если поставишь лайк как обычно скажу спасибо вот все комментарии стараюсь читать можете подписаться на меня в теле ики чтобы не пропускать мои видео до том что повещение youtube и такое себе и чтобы я снимал больше вам видео потому что мне хочется обратной связи чтобы я не уходил только в шорты байтовые шорты где-то могут собрать там 80000 просмотров а снимал нормальный контент поддержите лайком и комментарием и подписывайтесь обязательно на телегу чтобы не пропускать все на вконтакте в том числе и может подписаться на второй канал если вы увлекаетесь настольными играми увлекаетесь видеоиграми может быть и вот вам интересно sim racing я будучи снимать видос просим рейтинг или же может быть вам шлем виртуальной реальности интересно купить сейчас стоит киски то или не нужно или как снимать видосы вот все такое это все я снимаю на втором канале ссылочки всегда в описании ну и можете поддержать канал на бусте потому что все эти видео выходят благодаря бусте в первую очередь это то за счет чего я в основном питаюсь а еще и туда снимаю кучу полезных видео если что и там уже лежит более сотни если что пока что никто не пожалел вот более того люди подписываются сначала за 100 рублей потом за 200 смотрит нифига себе сколько клёвого за 300 400 и уходит все дальше то есть принципе все довольны вот поэтому я решил об этом сказать так смело до в новых видео пока я буду рвать все москва высоком на куске да я простой но знаю большую значку больше чем то после высоких мастер делу знаю хранить темноты ты думал ангелы бред от вы не дойдете до земли я застаю для вас боссей чтобы вешать ваша душа застаю для вас концовки я душа душа на внушку выбираю только лучше самая гнилая глотка я хочу душить красиво я хочу стать героем заливай себе глотку заливай себе глотку не пытайся загрязать поверь я буду громче посмотри как а нет не пока я же должен записывать сцены после титров вообще напишите как вам у меня очень много ребята опытных гитаристов на самом деле что имеют ну как опытных 10 лет это типа не особо на самом деле опытный только начинаешь учиться играть на гитаре но смысл в том что у них есть инструменты за 100 плюс-минус тысяч рублей и при этом них есть те же самые бонезы гилл современные да понятно дело что это хороший экземпляр все дела ну как он цветастый красивый тот же самый 121 те же самые спи то есть и я их часто вижу у ребят и на самом деле блин ну довольны ну реально довольны я понимаю что это самый бюджетный сегмент там нечего в принципе ожидать но люди тут блин довольны покупают в итоге остаются поэтому напишите как в принципе вам как вы к этому относитесь на самом деле серьезно то есть стоит ли их прям так жестко хэтить или нет на мой взгляд да безусловно все эти бренды они конечно бюджетные модели делать особо-то не умеет им по сути наплевать и тем же самый бифендером тем самым гипсонам дайте он саму джексонам уж подавно вот это все по моему очевидно невероятно но так или иначе блин джексон тоже прикольно бюджетная есть ты берешь его если от него особо ничего не требуешь он по эргономике по всему прикольный и сквера соники новой линейки тоже прикольный да понятно мне все надо покупать но вот его берешь и вам прикольный и он по геометрии по По звуку, по ощущениям, да в итоге это инструмент начальный. Чувствуется во всем, что начальный. Ну, прикольный. О чем мы говорим? А почему инструмент за копейки должен ощущаться не как начальный тоже? Так что пишите свое мнение. А бананы я никому не отдам.